ГТРК Мурман и Росфонд продолжают совместную акцию помощи больным детям. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Сегодня в помощи нуждается Матвей Амиров из Мурманска. Подробности у Татьяны Нестеровой. Беда пришла внезапно. Три года назад Матвею был поставлен диагноз сахарный диабет первого типа. Реанимация, лечение в эндокринологическом отделении, обучение в школе диабета. В течение двух лет с болезнью удавалось справляться. И снова резкое ухудшение. Уровень сахара скачет от высокого до низкого. Матвей сильно устает в школе. Пришлось оставить занятия спортом. Появился страх. В данной ситуации качество жизни помогает улучшить маленький приборчик, который называется инсулиновая помпа, который ребенок носит на себе. И этот приборчик вводит в непрерывном режиме инсулин. И не нужно делать несколько раз в день уколы. Достаточно нажимать просто кнопочки на помпе. Это позволяет более тонко настроить инсулинотерапию и избежать развития осложнений или максимально их отодвинуть. Стоимость прибора и расходных материалов 208 945 рублей для семьи непосильна. Елена, мама Матвея, после смерти мужа воспитывает сына одна. Живут на социальное пособие. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд.ру» соберут 139 945 рублей. Не хватает еще 69 тысяч рублей. Эту сумму рассчитывают получить от телезрителей ГТРК «Мурман». С помощью помпы я смогу помогать маме, контролировать сахар. И тогда смогу лучше учиться, заниматься и найду себе работу. Чтобы поддержать Матвея, нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Помогать стало проще. Владельцы айфонов и телефонов на платформе «Андроид» могут перевести средства через мобильное приложение. Главный смысл жизни – это счастье детей наших. Мы верим, мы надеемся, что все у нас в жизни получится. Мы к этому стремимся. Благодарим неравнодушных людей. «Русфонд» обращается к северянам. Примите участие в судьбе Матвея. Помните, что добро всегда возвращается. Татьяна Нестерова, Сергей Корнаков, Вести, Мурман.